Забыл маску дома или не успел надеть, потому что платил за проезд. Типичное оправдание. А вот у этой девушки другие аргументы. Постановление губернатора для нее не писано. Во-первых, у меня нет, во-вторых, я не хочу ее одевать. Потому что я здоровый человек. А вы не боитесь заразиться от других? Я самостоятельно занимаюсь своим иммунитетом. Бью витамины, веду здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни действительно повышает иммунитет, но, к сожалению, не всегда может обезопасить от заболевания коронавирусом. Иногда болезнь протекает бессимптомно. Человек может и не знать, что заражает других. Поэтому маски в общественных местах, в том числе и в транспорте, обязательны для всех. Для нарушителей эпидемиологических требований предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей. Наказывать рублем тех, кто пытается проехать в общественном транспорте без масок, в регионе начали с октября. За это время составили 95 административных протоколов. Также наказывают и водителей, и кондукторов, нарушающих санитарно-эпидемиологический режим. Но есть исключения. Допускается нахождение водителя в изолированной кабине без маски. Во многом благодаря таким рейдам и проверкам, совместно с сотрудниками полиции, наши пассажиры стали более ответственно относиться к ношению масок. С начала осени высадили из общественного транспорта за нарушение масочного режима 850 пассажиров, а в метро не пустили более 8 тысяч человек. В метро ситуация намного проще. Здесь просто не допускаются люди, у которых вдруг этой маски нет. И мы видим, что, допустим, по ноябрю месяцу это свыше 700 человек таких было у нас. Все знают и видят, какие цифры идут заболеваемости и по стране, и по области, и у нас по городу. И все наши меры направлены на то, чтобы риск распространения этого вируса был бы сведен к минимуму. В последнее время пассажиры стали более ответственными к здоровью окружающих и своему. В метрополитене стали популярными терминалу бесконтактной оплаты. Для приобретения билетов их используют более 75% пассажиров. Также многие пользуются банковскими или транспортными картами и оплачивают рядом с турникетами. В круглосуточном режиме каждые 15 минут в метро звучит напоминание о соблюдении масочного режима. Сотрудники метрополитена соблюдают меры безопасности. Абсолютное большинство работников метрополитена понимает опасность, поэтому какого-то сверхконтроля стоять палкой и гонять никого не надо. Люди умные и прекрасно все понимают, какие есть риски, чем это грозит. На всех транспортных предприятиях города ежедневно проводится санитарная обработка подвижного состава. Пока действует режим повышенной готовности, рейды по выявлению нарушителей будут проводиться ежедневно. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.